Вчера в разгар рабочего дня в не самом окраинном месте Екатеринбурга большая вода неожиданно образовалась рядом с природным руслом большой воды у слияния Большакова с Белинскими. Более того, в одной точке здесь сошлись огонь, вода и трубы, из которых хлынула вода заливать огонь. Точнее, огни Екатеринбурга. Так называется новый дом. По паспорту без маркетинговой напыщенности просто Белинского 108, но с ярко выраженной манией величия и даже комплексом. Комплекс жилой. Сейчас остановимся ездим подобного рода в Арии в вашем районе? Часто. Вот если взять улицу Степана Разина, то постоянные прорывы. Каждый день ничего не перерывают. Так что вот, можно подальше улица есть, можно туда выехать. Гвардейцы водоканала, каналью трубу диаметром, тысяча чертей, в полтысячи миллиметров, вместе прорывы обнаружили вполне оперативно и были готовы столь же оперативно перекрыть ей кислород, каждая молекула которого жестко связана с двумя молекулами водорода, от чего вода родится, но возникло трудно устранимое препятствие в виде автомобиля, припаркованного прямо на том люке, под которым был волшебный ключик. Из-за этого устранение течи затянулось и случилось лишь без четверти семь вечера, по данным водоканала. По его же данным, упомянутые огни, стоящие на берегу Исети, на берег по воду с коромыслами не бегали, ибо вода сама бегала по их трубам, которые не перекрывались. Так что там внутри этого не заметили, да и особо замечать-то еще некому, там сейчас живут по большей части гастарбайтеры, выполняющие отделку. Да если честно, то и снаружи, по такой-то погоде, не заметивших было изрядно. Так что нынче сыр, такой год сырой, так я не знаю, даже не обращала внимание.